Казанский университет Нашу альмаматор заслуженно можно назвать гостеприимной и открытой не только для студентов, но и для гостей старейшего вуза страны. На этот раз к нам на огонек зашли сразу несколько почетных гостей. Чем удивил КФУ на этот раз, расскажет Аделья Шмелова. КФУ Я думаю, что Аделья уже заранее убежден, что университет отлично оснащен. Это один из крупнейших и самых престижных вузов России. И с таким университетом я думаю, что любому университету престижно сотрудничать. В рамках заседания гостям рассказали о подготовке специалистов, о крупных российских проектах, в которых задействована альмаматор. Гости вуза довольно впечатлены услышанным и искренне желают студентам и сотрудникам университета не снижать планку, а в наступающем году добиться новых успехов и признания. Дорогие, честненькие, уважаемые студенты, учащиеся в университете, в Казанском федеральном университете. После случая поздравить вас с праздником и желаю вам всех успехов, удачи в учебе. Адель Шмелова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс. Когда до Нового года остаются считанные дни, каждый из нас подводит итоги уходящего года, вспоминает все взлеты и падения, ошибки, которые были допущены. Такой анализ помогает понять, в правильном ли направлении мы двигаемся по жизни. Поэтому в преддверии Нового года особенно приятно получать похвальные грамоты и благодарственные письма. Это значит, что твои старания оценили по заслугам. Так в Казанском федеральном прошло награждение особо отличившихся студентов. Студенческая жизнь – это не только лекции, конспекты, сиденья за партой и подъем к восьми на первую пару. Но это еще и активные студенческие будни. Учащиеся Казанского федерального вносят и свой вклад в развитие и престиж университета. Первокурсники и третьекурсники, мальчики и девочки – все они принимают участие в конференциях и форумах, занимаются исследованиями и демонстрируют свои творческие номера на различных праздниках университета. В Казанском федеральном наградили самых талантливых студентов Института массовых коммуникаций и социальных наук, сумевших в этом году добиться успехов в области учебы, науки, спорта и творчества. Их отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. В число лучших студентов попала и сотрудница телеканала «Универтовая». Мне, безусловно, конечно же, очень приятно, что родной институт в этом году отметил мои заслуги. Действительно было сделано очень много, может быть, это будет нескромно, но действительно было в этом году много конкурсов, много наград. Мне очень приятно, что этот год был таким насыщенным, таким живым, таким драйвовым. Надеюсь, следующий год будет еще лучше. Всех с наступающим, всем успехов и крутых проектов в новом году! По Нижнекамску начал курсировать новогодний трамвай. Его первыми пассажирами стали дети из Нижнекамской районной и городской общественной организации «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов». Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане. По его словам, Центробанк с президентом Татарстана и правительством работают совместно, пытаясь поддержать как вкладчиков физических лиц, так и юридических. Снос бывшей гостиницы Дворянского собрания в Казани невозможен, но до сих пор остается неясным вопрос о собственнике памятника федерального значения. Вратарь Рубина Рыжиков попал в топ-30 лучших футболистов России. В голосовании принимали участие футбольные тренеры, функционеры, журналисты и болельщики. Рустам Мениханов выложил манекен-челлендж из дома правительства Республики Татарстан во время утреннего фото. Определено место проведения федерального сабантуя 2020 года. Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана. В Казани может появиться мультимедийный исторический парк. Речь идет о создании в столице Республики мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Аналогичный проект уже реализован на территории Москвы. Ректор КФУ встретился со всемирно известным профессором Стэнфордского университета. Ильшат Гафуров и Илья Стребулаев обсудили возможности развития сотрудничества. Психологи КФУ подтвердили, что ранняя корректировка внешности грозит осложнениями в отношениях полов. Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев принял участие в торжественном вечере, посвященном 110-летию Татарского театра. Ментимер Шамиев вручил сотрудникам и артистам государственные награды. Уникс в гостях победил литовский жильгерис. Казанцы вытащили сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80-88. Зенит Казань одержал вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов. На домашней арене казанские волейболисты уверенно переиграли французские пари волей со счетом 3-0. В аэропорту Казани водитель протаранил пассажирский терминал и врезался в столб. Следствие выясняет, по чьей вине водитель попал на территорию аэропорта. Снег, запах елей, мандаринов, яркие огоньки. Все это означает только одно, что вот-вот наступит долгожданный Новый год. 23 декабря в молодежном центре на Булаке состоялся новогодний вечер лицея имени Лобачевского КФУ. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. Новый год – это самое волшебное время в году. Время, когда исполняются все желания и мечты. Это возможность побыть не только в семейном кругу, но и подарить друг другу ощущения, сказки и чудес. Веселые игрушки, яркие огоньки, елки и, конечно же, подарки – все это обязательные атрибуты Нового года. Этот праздник не оставляет никого равнодушным. Так, в пятницу 23 декабря состоялся новогодний вечер лицея Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета в молодежном театре на Булаке. В этот день школьники смогли прочувствовать всю атмосферу праздника и показать свой талант не только учащимся лицея, но и преподавательскому составу. Вечер не обошелся и без ежегодного награждения победителей лицейского турнира по настольному теннису, а также учеников, которые украсили стены лицея своими стенгазетами, посвященными наступающему 2017 году. Каждый из нас, несмотря на возраст и жизненный опыт, в эти праздничные дни загадывает заветные желания и ожидает чудо. Чудо сказочной ночи, чудо начала нового этапа в жизни. Диана Шилова, Ленар Дублитяров, Универ Ньюз. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Кто больше всех ждет праздника? Конечно же, дети. Нет, Дед Мороз, ответил Волк Зайцу. Но детишки, учащихся и сотрудников КФУ, нет, говорить не собираются. На новогоднем празднике танцевали все, как маленькие дети, так и их родители. Развлекательная программа, подготовленная студентами Казанского федерального, не оставила никого равнодушными. Яркие сказочные герои устроили для детей настоящий новогодний праздник. Были игры, песни, пляски, хороводы, а детишки подготовили стихотворение. Снежок порхает, кружится на улице белое, И превратились в холодное стекло, где летом пели зяблики. Сегодня, посмотри, как розовые яблоки на ветках снеги и рек. Новый год – это самый волшебный, самый красивый и самый таинственный веселый праздник. Поздравить и зажечь новогоднюю елку пришел долгожданный Дедушка Мороз. Сверкающая огнями новогодняя елка создала у всех гостей атмосферу доброй сказки. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влитяров, Универ Ньюз. Студент, смотри, читай, узнавай, общайся, а самое главное – всегда улыбайся. На сегодня это все новости студенчества. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»